На груди ордена и медали, в руках красные гвоздики, как символ праздника, со слезами на глазах. Свидетелей страшных событий Великой Отечественной становится все меньше. Они воевали на фронте, трудились в тылу и восстанавливали страну в послевоенные годы. На традиционном митинге, посвященном Дню Победы, у ветеранов самые почетные места. В их адрес звучат слова безграничной благодарности за мирное небо над головой. Пусть будет мир на земле, вода в Невеевском роднике, свежий сыровский хлеб на столе, надежды Гагарина Задовича в дне, стабильность и счастье дома и огромной стране. В годы Великой Отечественной на фронт отправилось 950 сыровчан. 523 воина не вернулись с полей сражений. Именно тех, кто отдал свою жизнь за великую победу, увековечены у мемориала вечный огонь. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений. На 50 долгих лет мир погрузился бы в тишину, если бы по каждому нашему соотечественнику, погибшему в Великой Отечественной войне, была объявлена минута молчания. Активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» выносят на центральную площадь города знамена пионеров 30-х и 70-х годов. В рамках проекта «75 лет победы» были сделаны 18 табличек с портретами пионеров-героев. Их пронесли лучшие представители школьных детских организаций. Во второй раз в праздничном параде принял участие конно-спортивный клуб «Саров». После чего саровчане увидели колонну ретро-техники военно-исторического общества 1945. Шествие к вечному огню открыли участники традиционной акции «Бессмертный полк». Это мой прадед Бахонин Петр Петрович. Узнала я совсем недавно, что обращалась в организацию, которая поиск ветеранов. Мне ребята помогли, подсказали, что он погиб на Украине в 43-м году, был танкистом. Это мой прадедушка, его зовут Тимохин Григорий Иванович. Он родился в 2013 году, он прошел всю войну в 41-м году и выжил. У него было много разных наград. У него было как минимум два ордена, у него есть медаль за отвагу. Он был лидером мотоциклетных войск. Внучка Нины Шумовой исполняет знаменитую песню военных лет «Катюша». Для маленькой певицы Лили и ее семьи 9 мая – особенный день. На полях сражений Великой Отечественной воевал папа Нины Ивановны Иван Гаврилович Михеев. В 41-м году у них организовалась 133-я стрелковая дивизия ПТР. Это противотанковые ружья. Они первыми шли в бой на танке с этими противотанковыми ружьями. И затем он воевал у нас под Старой Руссой, под Москвой воевал. Саровчане прошли по проспекту Ленина до Вечного огня, где возложили цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.